Дело в том, что когда поставлены государственные задачи, жалко и не жалко должны отпасть, и они отпали. Я не хочу говорить, что у меня в душе, поскольку 17 лет жизни отдано этому делу, виду искусства, но впереди очень огромные, серьезные, государственные и чрезвычайно интересные задачи. В том числе и прозвитие совершенствования того дела, которое я не знаю. Как вы оцениваете деятельность своего происшественника? Если готовы годить и готовы оценить, и известно ли вам что-либо о его дальнейшей судьбе? Может быть это вопрос обслуживающих информаторах? Принципиально не хочу обсуждать вопросы о негативном и так далее. Это самое плохое и последнее дело, когда что-либо говорить о пришествии. Я честно вам могу сказать, что я сейчас попросил своих подведомств собраться, чтобы ни у кого попросить, чтобы ни у кого из уст никогда что-либо не говорил. Работали все вместе. А дальнейшей судьбе? Ну, мне пока нет. Я не знаю, он на мне не звонил, не выходил. Но я думаю, я и позвоню, у меня нет вопроса. Я только что узнал, что Лариса Владимировна ушла с сорок. Что бы сейчас вот? Владимир Владимирович, вы уже занимали этот пост в конце 90-х годов. Как думаете, с чем будет отличаться работа? Ну, так извините, прошло 17 лет. За 17 лет даже нанотехнологии уже совершенно другие. Это я так вот неудачный может быть пример. Но тем не менее, время прошло, много изменений, много множества, много законодательных различных процессов. Но я должен сказать, что я был не в стороне, в гуще всех этих событий. Поэтому вперед, только вперед. Вы уже сказали о назначении ИО директора цирка. Расскажите, кто это? Это мой заместитель Андрей Владимирович Курилов. Он сейчас только что, и я ему часть дел передал, еще не все успел передать. Но тоже в курсе. Он со мной работает давно. Поэтому вот каких-то таких больших, серьезных, чтобы сказать, что по-живому результету этого не произошло. И чему я этому рад? Все по плану. Все по плану, все будет продолжаться. Да, уже здесь я буду помогать и ему, и в том числе, чтобы цирк вошел в стропу на реставрационные работы в плане бюджета на следующий год.